Практически вся территория, да, били под станциям Киев, Днепропетровск, Кривой Рог, Одесса там и так далее, и так далее. Были видеокадры, но они, да, вот пожалуйста, да, но они не останавливаются, они не останавливаются. Игорь Сергеевич, как вы считаете, может быть все-таки вот подобного рода, как говорят эксперты, да, вот подобного рода, допустим, атаки массированные должны быть регулярными, практически системными, а не так там раз в полгода для того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. И тогда, и тогда, говорят эксперты, ситуация поменяется, ну вы слышали, да, ситуация поменяется, и тут же появится желание проводить переговоры. Здесь нужно учитывать, что Украина это не более чем инструмент. Вот я совершенно согласен, что Украина предназначена только для одного, для того, чтобы нанести нам как можно больше ущерба, раз, и второе, чтобы спровоцировать в стране хаос, как 91-й год и расчленение России и так далее, и так далее. Но вот здесь дальше возникает следующий вопрос. Если мы этот инструмент сейчас, как выражаются те же военные эксперты, стачиваем, исчезнет для нас опасность и появится ли возможность переговоров, которая приведет к миру? Вот тут я как раз большой пессимист. Почему? Потому что Запад ведь собирается нам нанести стратегическое поражение не от того, что вот ему, ну злодеи там собрались, жить не могут, только дай им Россию разрушить. Президент несколько раз у нас говорил, давайте поверим все же президенту, какая ставка в этой борьбе? Ставка в этой борьбе – сохранение гегемонии Запада пятивековой и, соответственно, ренты гегемона, которые они собирают со всего мира. Только разрушив Россию, единственную страну, которая в военном отношении может противостоять Западу, они это обеспечивают себе. После того, как Россию разрушили, никто не пикнет в мире. Там можно будет вводить любые цены на энергоресурсы, на любые ресурсы, и все с удовольствием побегут отдавать. Соответственно, остановить это можно, не ликвидируя инструмент, а создавая угрозу. Вот я здесь согласен совершенно, когда здесь прозвучало про страх. Страх – да, но страх какой? Большой. Подождите, подождите, в Карибский кризис, тогда возник страх. Мы действительно организовали Карибский кризис в ответ на их размещение ракет у нашей территории. Создали им равную угрозу. У них была паника. Паника Третьей мировой войны. Они впервые себя почувствовали в опасности. Сейчас нам нужно повторить Карибский кризис, но не зеркально, потому что от того, что мы разместим сарматы или еще что-то, проведем учения рядом с их берегами, это не подействует. Этого страха… А что надо сделать тогда? Этого страха у них уже нет. Они потому что прекрасно понимают, что мы не сумасшедшие и Третью мировую войну развязывать не будем. Точно так же, как и мы понимаем, что они минитменами и трейдентами по нам стрелять сейчас не будут. Знаю, что ответ будет. Соответственно, нам нужно сейчас создать опасность для Соединенных Штатов, именно Соединенных Штатов, не Европы. Как? Как она должна выглядеть? Пока Соединенные Штаты не окажутся в положении, в котором мы сейчас, когда мы вынуждены вести боевые действия, когда мы вынуждены тратить ресурсы и когда гибнут наши люди, вот в таком же положении должны сейчас оказаться Соединенные Штаты. Один из способов – это накачивать вооружением всех врагов Соединенных Штатов, чтобы начали взрываться американские военные базы за рубежом. Не мы по ним ударили. И когда кто-то говорит, если там где-то база взорвется нашим вооружением, они начнут Третью мировую, извините, когда они обстреливают американским оружием Белгород, мы не начинаем Третью мировую. Это игра такая, знаете, в долгую, в долгую. А вопросы нужно решать вот прямо сейчас. А вы знаете, сразу решить невозможно, и это нужно понять. Кто будет участвовать? Потому что стимула сесть... Вас все любят, как собака-палку, поумину. Раун Георгиев, стимула сесть за стол переговоров для Соединенных Штатов сейчас нет. Они в шоколаде в полном. У них нет никаких убытков. Европа несет ущерб. Да, мы несем ущерб. Украину вообще никто в расчет не берет, а Соединенные Штаты только наживаются. Пока у них не возникнет опасности, они на переговоры не пойдут. Понятно, понятно. Пока-пока. Пока-пока.